Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Новороссия ТВ. В студии работает Анастасия Ковалева и о главных событиях на сегодня. Владимир Путин победил на выборах президента России. Климкин призвал Евросоюз ввести санкции против Герхарда Шрёдера. Евросоюз поддержал позицию Великобритании по делу Скрипаля. Сразу к оперативной информации о ситуации в Донецкой Народной Республике. О событиях, произошедших на линии разграничения за последние сутки, в подробностях рассказал заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин. Несмотря на действия режима прекращения огня, украинские боевики вели обстрел по территории Донецкой Народной Республики с применением минометов, которые в соответствии с минскими соглашениями должны быть отведены от линии соприкосновения. Всего за прошедшие сутки зафиксировано два нарушения режима тишины со стороны киевских оккупантов. На Донецкое направление обстрелы подвергся район вольвоцентра города Донецка, в которой противник обстрел из минометов калибром 120 мм. На Мариупольском направлении обстрелы из минометов калибром 120 мм подверглись в район населенный путь Оленинская и Саханка. В результате обстрела поруждения получили три домостроения населенного путь Оленинская и Саханка по улице Гавриленко. Также стало известно, что оккупационные власти преступного киевского режима совместно с ВСУ продолжают проводить мероприятия, направленные на зачистку временно подконтрольных им территорий в зоне конфликта от гражданского населения. «Так, в районе населенного путь Гранитное, командование 93-й механизированной бригады, совместно с группой информационно-психологической операцией и сил специальных операций, проводятся мероприятия по дезинформации местных жителей о якобы приближении активных боевых действий на этом участке фронта. При этом сообщается, что инициатором прекращения перемирия будут выступать именно банформирование вооруженных сил Украины. Данное действие мы связаны с необходимостью захвата домовладений граждан для проживания боевиков, а также введению в заблуждение нашей разведки». Сводку об обстановке на линии соприкосновения предоставил и официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочка. «За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Мы продолжаем фиксировать рост числа правонарушений и преступлений, совершаемых военнослужащими вооруженных сил Украины на подконтрольной Киеву территории Луганщины». Так, в районе населенного пункта Северодонецк в состоянии алкогольного опьянения боевики правового сектора напали на машину, доставляющую продукты в магазин. Они избили водителя, ограбили его, забрали продукты и спиртные напитки, а также выручку. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу, местная полиция отказалась принимать заявление и возбуждать уголовное дело. Накануне россияне выбирали человека, который будет руководить страной до 2024 года. Как проходили выборы в России и каковы их предварительные итоги, знают мои коллеги. В воскресенье 18 марта в России состоялись президентские выборы, победу в которых одержал действующий глава государства Владимир Путин. Об этом свидетельствуют предварительные итоги, голосования. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, Путин набирает 76,6%, что является абсолютным рекордом. Второе место досталось кандидату от КПРФ Павлу Грудинину с результатом почти 12%. Третью строчку занял Владимир Жириновский с 5,66%. Далее следует Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин. Последние трое получили менее 1% голосов. Явка избирателей составила почти 68%, что оказалось даже выше показателя 2012 года. При этом данные о явке могут измениться, поскольку продолжается ввод протоколов с 97 зарубежных избирательных участков. Окончательные итоги выборов будут обнародованы в течение 10 дней. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировано, но пообещала не оставить без внимания ни одну жалобу. Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина есть понимание дальнейшего пути развития страны. «У президента есть абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны, о чем он и говорил в своем послании Федеральному собранию». По словам Пескова, этот план начал оформляться после выпуска поручений президента. На их основе подготовят дорожную карту развития России. «Конечно, наличие такого плана демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала и на основе новых возможностей, которые предстоит открыть». Также пресс-секретарь подчеркнул, что выборы президента доказали, что российское общество сейчас максимально консолидировано. Тем временем, мировые лидеры уже поздравляют Владимира Путина с победой на выборах. Среди тех, кто уже сделал это, председатель КНР Сидзиньпин, президент Казахстана Нур Султан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро и многие другие. Поздравил Владимира Путина и глава ДНР Александр Захарченко, отметив, что народ республики горячо переживал за исход выборов и надеялся, что россияне сделают правильный выбор. Под вашим руководством Россия, как птица Феникс, восстала из пепла 90-х годов и вернулась в концерт мировых держав. И мы верим, что вместе с Россией в мировую политику вернется тема справедливого мироустройства. Ведь начало совести, свободы и справедливости лежат в самом основании российской цивилизации. Мы уверены, что в ближайшие шесть лет Россия совершит прорыв в будущее и поднимется на новые высоты. И этот прорыв России задает верные ориентиры для развития нашей республики, говорится в тексте поздравления главы ДНР. Тем временем Порошенко в очередной раз заявил, что выборы в якобы оккупированном Крыму являются грубым нарушением международного права. По его словам, обнародованные официальные данные – это не что иное, как фальсификация. А сами выборы – политический фарс. За четыре года Киеву пора бы признать, что Крым больше не входит в состав Украины. Но, видимо, это им не по силам. Президент Украины Петр Порошенко сделал официальное заявление по поводу проведения выборов президента России в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией. Так называемые выборы в Крыму – еще одно свидетельство пренебрежения Кремля к основополагающим документам и принципам, на которых в течение последних 70 лет базируется международный мир и безопасность, в том числе уставу ООН и Хельсинскому заключительному акту. Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины. Ранее Порошенко также пообещал, что международные партнеры Украины не признают выборы президента России в Крыму. По его словам, в последнее время были интенсивные международные контакты по этому поводу. Между тем, стало известно, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации. Также в Киеве предпочли не замечать преступные действия националистов. Омбудсмен Украины полностью отрицает фактическое препятствование голосованию россиян на избирательных участках в стране. Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая должна следить за соблюдением прав человека в стране, решила повалять дурака. Она заявила, что по результатам наблюдений за выборами президента России в дипломатических представительствах в Незалежной не было выявлено нарушений. По результатам выезда в российские дипломатические консульские учреждения региональные представители уполномоченного в Одесской, Львовской, Харьковской, Черниговской областях и в городе Киеве проинформировали, что нарушений, связанных с недопуском, выявлено не было. Напоминаем, что в день выборов украинские националисты при полном попустительстве полиции не пропустили на избирательные участки десятки россиян. Радикалы вступали в словесную перепалку с гражданами России, оскорбляли их и задавали провокационные вопросы, в частности, о принадлежности Крыма. Позднее заявление Денисовой прокомментировала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Кроме того, Москалькова обратилась в некоторые международные инстанции в связи с недопуском россиян к избирательным участкам в Украине. «Я обратилась к Верховному комиссару по правам человека ООН, Совет Европы, в Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ и Глобальный альянс омбудсменам с тем, чтобы реакция какая-то наступила, потому что такое вопиющее нарушение прав не просто не содействует избирательному праву, оно противодействует». Москалькова подчеркнула, что действия украинской стороны должны найти отклик в международном сообществе. «Самоубийство или ликвидация ценного свидетеля? В Николаеве найден мертвым 29-летний Владислав Волошин, которого Следственный комитет России обвинял в причастности к рушению малазийского Боинга в июле 2014 года вблизи Тореза. Бывший летчик внезапно решил застрелиться. Вот только возникает вопрос, а не помогли ему в этом доблестные украинские спецслужбы?» Бывший украинский пилот Владислав Волошин, которого подозревали в атаке на малайзийский Боинг-777 в небе над Донбассом, покончил с собой. Отставной военнослужащий совершил попытку суицида у себя дома. Он был госпитализирован, однако умер по дороге в больницу. Родственники летчика рассказали, что погибший в последнее время был в подавленном и тревожном состоянии. Стоит отметить, что имя пилота присутствует в показаниях украинского военного, который проходит в России свидетелем по делу о малайзийском Боинге. Он утверждал, что лайнер мог сбить самолет, который пилотировал Волошин. Близкие погибшего рассказали местным СМИ, что его угнетали проблемы, связанные с реконструкцией Николаевского аэропорта, где он занимал пост исполняющего обязанности директора. Между тем, свою версию гибели Владислава Волошина высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Беспалько. «Начала появляться информация, что он поступил так из-за трудностей, связанных с реконструкцией Николаевского аэропорта. Но трудно отделаться от мысли, что та сторона могла устранить его как одного из опасных свидетелей, который мог бы приоткрыть завесу тайны над гибелью MH17 и тем самым укрепить позиции России. Потому что совершенно очевидно, что России было ненужно и невыгодно сбивать этот самолет, и что все это была провокация, направленная против нашей страны». По его мнению, Киев и его западные партнеры постараются сделать все, чтобы правда о трагедии рейса MH17 как можно дольше не была открыта. В Украине разразился громкий скандал. Сразу два местных телеканала продемонстрировали карту незалежной без Крыма. Казалось бы, есть повод для радости. Здравый смысл возобладал хотя бы в отдельных украинских СМИ. Однако не тут-то было. За ситуацией следили мои коллеги. В отдельных украинских СМИ наступает осознание реальности. Два телеканала, СТБ и Юэй Первый, показали в эфире карту страны, на которой отсутствует Крымский полуостров. Впоследствии в пресс-службах телеканалов извинились за инцидент, отметив, что это связано с технической ошибкой. Однако произошедшее успело вызвать резонанс в обществе. Не обошлось и без ставших уже привычными поисков российского следа. Так, вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что практически одновременное появление на двух украинских телеканалах карты без Крыма накануне президентских выборов России не может быть случайностью. Чиновник выступил за наказание виновных. Это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа. Я не верю в такие технические ошибки. Должны быть фамилии. Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам референдума, который был проведен в марте 2014 года. Однако Украина до сих пор считает полуостров своей территорией. Украина ищет новые способы насолить России. На данный момент незалежное не дает покоя, что кто-то каким-то образом помогает Москве за рубежом. Под ударом на этот раз оказался Герхард Шрёдер, который поддерживает российскую сторону в строительстве газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью немецкому изданию Билд призвал Евросоюз ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. По его мнению, ограничительные меры должны касаться не только России, но и тех, кто продвигает за границей проекты Москвы. Между тем, в России призывы Климкина считают смешными. Своё мнение на этот счёт высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Глава МИД Украины требует от ЕС ввести санкции против Шрёдера. Но это столь же вероятно, сколь избрание Климкина главой Еврокомиссии. Смешно, написал Пушков в своём твиттере. Польша решила ввести антироссийскую игру и рассматривает возможность введения санкций против Москвы в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Британии. Что планирует предпринять Варшава, узнавали мои коллеги. Заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманский заявил о намерении обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая вскоре посетит Варшаву. Вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» в свете недавнего скандала, связанного с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. «Это, несомненно, станет одной из самых важных тем переговоров, потому что после Солсбери у нас сложилась новая ситуация. Нет сомнения в том, что это один из аспектов политики России в отношении Европы. И стоит еще раз задуматься, является ли Россия партнером, заслуживающим доверия». Также Шиманский добавил, что по его мнению вопрос «Северного потока-2» разделяет Польшу и Германию. Однако и это еще не все. Помимо препятствования строительству газопровода, польские власти обсуждают возможность высылки из страны российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после отравления Скрипаля. Как сообщают местные СМИ, дискуссии по этому вопросу начались еще на прошлой неделе. Но решения откладывали до получения результатов президентских выборов в России. Скандал с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери не перестает утихать. Сегодня свою позицию на этот счет обозначил Евросоюз. В Брюсселе решили поверить на слово голословным обвинениям со стороны Лондона. Что из этого следует, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Евросоюз поддержал позицию Великобритании о возможной причастности России к делу с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета по иностранным делам ЕС. В тексте документа инцидент в Солсбери охарактеризован как безрассудный и незаконный акт, который угрожал жизням множества граждан. Европейский Союз крайне серьезно относится к оценке правительства Британии, согласно которой весьма вероятно, что Россия несет за это ответственность, подчеркивается в заявлении. Кроме того, ЕС призывает Россию срочно рассмотреть вопросы, поставленные Лондоном и международным сообществом, а также обеспечить незамедлительное, полное и всестороннее раскрытие организации по запрещению химического оружия данных о программе «Новичок». В то же время в Европарламенте не исключили введение новых санкций в отношении Москвы в связи с отравлением Скрипаля. Сеул намерен вывести свои экономические отношения с Россией на новый уровень. Это, как уверены в Корее, поможет достичь стабильности и процветания на полуострове. Глава Ежно-Корейского президентского комитета по Северному экономическому сотрудничеству Сон Йонгиль заявил, что Сеул намерен расширять экономическое сотрудничество с Россией, Китаем и другими соседними странами для содействия миру и развитию на корейском полуострове, если к этому удастся подключить еще и КНДР. Эта инициатива направлена не только на экономический рост в Евразии, но также предоставляет возможность северокорейским жителям жить, не прибегая к ядерному оружию. Как сообщалось ранее, в настоящее время прорабатываются вопросы участия южнокорейских компаний в проектах сотрудничества на территориях, опережающего развитие России и в свободном порту Владивосток. Также предусматривается подключение Республики Корея к взаимодействию в рамках Арктического Совета, в том числе привлечение южнокорейских судоходных компаний к освоению Северного морского пути, а представителей бизнеса – к участию в развитии его инфраструктуры. Мирные жители продолжают покидать Восточную Гуту по гуманитарному коридору. Напомним, что его безопасность обеспечивают российские и сирийские военные. На сегодняшний день коридором воспользовались почти 80 тысяч человек. Однако зарубежные СМИ предпочитают не упоминать о заслугах России. Подробнее в сюжете. Министерство обороны России сообщает, что с момента начала работы в Восточной Гуте гуманитарных коридоров регион покинули почти 74 тысячи человек. Международные наблюдатели положительно оценивают усилия России по эвакуации мирных жителей и захваченного войной пригорода Дамаска. Однако ведущие западные СМИ либо вовсе не упоминают о российской миссии, либо существенно искажают информацию. Как сообщают сами жители Восточной Гуты, ранее боевики не давали им покинуть населенный пункт, используя их в качестве живого щита. По словам людей, террористы постоянно их запугивали и не давали воспользоваться гуманитарными коридорами. Однако в западных СМИ подобные свидетельства приводятся редко. Обычно вся вина за происходящее прикладывается на сирийские войска и Россию. Эвакуацию описывают не иначе, как массовый исход и утверждают, что мирные жители покидают зону боевых действий якобы под давлением. В ходе недельного отчета начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова сообщила о количестве пожаров, произошедших в республике за истёкший период. Также спикер отметила, что сотрудниками МЧС было спасено 17 человек. В понедельник 19 марта состоялся брифинг начальника отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Натальи Гетовой. Спикер ведомства отметила, что за минувшую неделю подразделениями МЧС ДНР ликвидировано 38 пожаров. В результате пожаров погибло 6 человек в городах Донецк, Янакиево и Горловка, а также пострадало 2 человека в городах Донецк и Харциск. Сотрудниками МЧС в течение недели были спасены 17 человек. Из них 9 человек спасены в результате пожаров, двум горнякам оказана медицинская помощь на угольных предприятиях в городе Донецк и 6 человек спасены при оказании помощи населению в нестандартных ситуациях. Стоит отметить пожар, который произошёл 18 марта в Куйбышевском районе города Донецк. В результате пожара в двухэтажном многоквартирном жилом доме погибли 2 человека. Пожаром уничтожены кровля и перекрытия, а также в одной из квартир вещи и мебель. Причина пожара устанавливается. Кроме этого, 18 марта в Червоногвардейском районе города Макеевке произошёл серьёзный пожар в девятиэтажном жилом доме. В ходе тушения пожара из квартир на третьем и четвёртом этажах звеном газодымозащитной службы эвакуировано 7 человек, из них 1 ребёнок 4 лет. Причина пожара устанавливается. От МЧС привлекалось 2 единицы техники и 11 человек личного состава. Также Гетва сообщила, что отрядом пиротехнических работ МЧС в течение недели было выявлено и обезврежено 182 единиц взрывоопасных предметов. Алина Черняева, Елена Чистякова, Навросия ТВ. В связи с ухудшением погодных условий, Госавтоинспекция МВД ДНР призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на автодорогах. Рекомендуется выбирать безопасную скорость движения, избегать резкого торможения, соблюдать дистанцию, интервал и заранее снижать скорость при проезде перекрёстков и пешеходных переходов. В свою очередь пешеходам необходимо проявлять максимум внимания и осторожности, не выходить внезапно на проезжую часть и не начинать переход дороги перед приближающимся автотранспортом. Стратегию развития ДНР и ряд профильных вопросов сегодня обсудили на выездном заседании Комитета Народного Совета ДНР по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам. Подробности встречи выясняли мои коллеги. 19 марта в конференц-зале Дома природы состоялось выездное заседание Комитета Народного Совета ДНР по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам при главе ДНР. Сегодня в Государственном комитете логической политики и природным ресурсам при главе ДНР проходит совместное заседание, выездное заседание профильного комитета Народного Совета по вопросам экологии и природопользованию и нашего комитета. От взаимодействия ветвей исполнительной и законодательной власти зависит результат управления в целом. Поэтому мы по инициативе фракции Донецкой Республики, наша инициатива фракции была поддержана, мы сегодня собираемся, это будет регулярная встреча периодически, где мы будем обсуждать общие вопросы, направленные на улучшение состояния окружающей среды республики. На повестке дня было рассмотрено четыре вопроса. Первый касался концепции основ государственной экологической политики до 2030 года. Второй был посвящен обращению с опасными отходами на территории ДНР. Далее собравшиеся обсудили предложение Госкомэкополитики при главе ДНР по внесению изменений в закон республики об особо охраняемых природных территориях. И последний вопрос, изученный на заседании, был посвящен также предложениям Госкомэкополитики при главе ДНР по внесению изменений, но уже в закон республики об охране окружающей среды. Кроме того, в ходе работы Круглого стола были выработаны предложения, которые в дальнейшем войдут в стратегию развития ДНР силы Донбасса. Стратегия будет обсуждаться по одной простой причине, что экология в любом случае это везде, это лёгкие планеты, поэтому как без экологии может развиваться государство. Сегодня, на сегодняшнем совещании мы будем обсуждать вопросы опять-таки в сфере экологии и будем об особо охраняемых территориях разговаривать. Алина Черняева, Илья Летодианина, Воросия ТВ. В Донецке началось празднование недели детской и юношеской книги. Мероприятия по привлечению внимания младшего поколения к литературному наследию детских писателей продлятся в течение всей текущей недели и будут насыщенной массой интересных игр и конкурсов. На открытие праздника побывала наша съёмочная группа. В Донецкой республиканской библиотеке для детей имени Сергея Кирова 19 марта открылся семидневный праздничный марафон мероприятий, посвящённых знакомству с классическими и современными произведениями детской и юношеской литературы. Начало праздника книги состоялось в читальном зале библиотеки для учащихся пятых-девятых классов. Сердечно приветствую всех собравшихся в этом зале на открытии юбилейной республиканской недели детской и юношеской книги. Сам праздник детской книги, который также называют книжными именинами, совсем не нов. Его история началась в 1943 году в тяжёлое время Великой Отечественной войны по инициативе детского писателя Льва Кассиля. Статус всесоюзного мероприятия «Неделя детской книги» получила уже через год – в 1944 году. Ознакомить детей и подростков с книгой в то время приходили такие писатели, как Самуил Маршак, Агния Барто и Михаил Пришвин. Прошло уже 75 лет, а книжки на неделю всё так же востребованы среди детей. «Неделя детской и юношеской книги уже проходит 75 лет. Это её юбилейный год. Она началась в 1943 году в Москве. И каждый год целью этой замечательной недели является, конечно же, популяризация замечательных детских книжек. Мы говорим о лучших образцах отечественной и мировой литературы. Мы знакомим ребят с теми книгами, которые, может быть, незаслуженно забыты, может быть, на них не обратили в своё время внимания. Знакомим их с самыми лучшими книжками, которые стоит прочитать в любом возрасте». Отметим, что фестиваль Республиканской недели детской и юношеской книги проходит при поддержке Министерства культуры ДНР и отдела образования администрации Ворошиловского района города Донецка. Так что наиболее активных читателей ожидает множество театрализованных мероприятий, мастер-классов и развлечений. Также организаторы предусмотрели замечательные книжные подарки на память. В конце новостного выпуска мы расскажем вам о советском лётчике Александре Ивановиче Покрышкине, который родился 19 марта 1913 года. У Покрышкина была своя тактика воздушного боя, которая не всегда признавалась начальством. Однако она была достаточно эффективной для полных побед над немецким врагом. Александр Иванович был смелым солдатом, верил в себя и часто вступал в неравный бой, в котором в итоге одерживал победу. В декабре 1972 года ему было присвоено почётное воинское звание маршал авиации. Всего Александр Покрышкин одержал 65 официальных побед в боях. Он стал легендой СССР и первым, кто в своих наградах имел три золотых звезды, что сделало его трижды героем Советского Союза. А на этом у меня всё. Это были все важные события на сегодня. Более подробную информацию вы можете найти на наших интернет-ресурсах, официальном сайте и YouTube-канале Новороссия ТВ. Также рекомендуем подписаться на информационный канал ДНР Ли в Телеграм, благодаря которому вы будете получать ежедневную и оперативную информацию. Далее вас ждут новости спорта и прогноз погоды. В студии для вас работала Анастасия Ковалёва. Оставайтесь с нами. Всего доброго! 20 марта в Луганске ожидается облачная погода. С середины дня и до его окончания будет идти сильный снег. Ночью минус 7, днём плюс 1. В северодонецке небо будет скрыто за облаками. Днём ожидается снег, к вечеру он станет сильнее. Минус 9 ночью, днём плюс 2. В Волчевске весь день будет идти снегопад, небо будет пасмурным. Минус 8 ночью, днём плюс 1. В Мариуполе ясной погоды ждать не стоит. Снег, который будет идти на протяжении всего дня, ослабнет к вечеру. Ночью минус 2, днём плюс 3. В Славянске солнце на небе не появится. Во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега. Днём плюс 2, ночью минус 8. В Краматорске погода будет пасмурной, вечером сильный снегопад. Ночью минус 8, днём плюс 2. В Янакиево с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночной снег к утру усилится, но ещё до полудня он должен закончиться. Ночью минус 7, днём плюс 3. В Горловке облачная погода продержится на протяжении всего дня. Ожидаются осадки. Плюс 4 днём, ночью минус 8. В Макеевке ясной погоды ждать не стоит. Днём и вечером будет идти сильный снегопад. Минус 6 ночью, днём плюс 3. В столице ДНР небо будет скрыто за облаками на протяжении всего дня. С утра и до самого вечера сильный снег. Ночью минус 6, днём плюс 3. В ДНР и в городе Донецке ожидаются сложные погодные условия. Местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололёд. МЧС ДНР не рекомендует выезжать за пределы населённых пунктов.